здравствуйте дорогие ребята сегодня я получила посылку от своего старого друга кота леопольда а где же она вы не видите крибли крабли бум так вот же она ребята а вы хотите узнать что же лежит в нашей посылке тогда открываем ее письмо ребята если вы отгадаете загадку то узнаете куда мы с вами отправимся готовы она бежит искрится на солнце серебрится огибает берега полноводная верно река ребята вы знаете что такое река ну тогда слушайте река ребята это постоянный водный поток у реки есть исток это место из которого она берет свое начало и устье это конечный участок реки место куда она впадает исток москвы реки это стариковское болото а устье это место ее впадение в реку акул вот мы с вами и прибыли ребята на берег нашей красавицы москвы реки издавна люди селились по берегам рек река давала пищу защищал от набегов врагов до сих пор москва река остается главной водной артерии нашего города начиная от москвы реки по рекам и каналам можно добраться даже до северного ледовитого океана существует несколько версий объясняющих появление название москва река по одной из них название москвы означает извилистая река то по другое считается что москва означает сырость или болотистую местность действительно москва река имеет извилистое русло москва река это дом для большого количества обитателей прогуливаясь вдоль реки мы можем встретить кряк огарей чай а если будем осторожными внимательными то сможем увидеть хохлату и чернить коголя ребята в водах москвы реки можно встретить плотву леща окуня карася стерлядь и даже сама и налима а вы знаете что рыба толстолобик тоже обитает москве реке эта рыба довольно крупная очень быстрая и сильная питается она водорослями а знаете ли вы что толстолобики очистители воды при помощи своего рта они профильтровывают зеленую воду которая зацвела ребята а вы знаете что-нибудь о такой рыбе как лещ лещ очень осторожная рыба живет она в глубоких местах реки питается личинками насекомых улитками и водорослями на берегу москвы реки ребята обитает андатра это животное довольно крупная у нее есть длинный хвост который покрыт чешуйками на задних лапках находятся плавательные перепонки мех у андатры жесткий густой и защищает животное от воды андатра очень тщательно следит за своим мехом постоянно расчесывает его и смазывает жировыми выделениями андатра очень любит чтобы на берегу реки у нее было много растений в них она прячется живет андатра в домике который называется нора питается андатра водными растениями любят камыши хвощ осоку ряску иногда любит поживиться рыбками лягушками запасов на зиму она не делает поедает корни которые находятся в глубине реки ну вот ребята пришло время прощаться до свидания до новых встреч и Продолжение следует...